Доброго времени суток! С вами InvestSolution и сегодня мы рассматриваем проект Memority. Это современное решение облачного хранилища данных с использованием современных технологий, таких как блокчейн. Основная цель данного проекта – повышение безопасности хранимых данных. Введение новых технологий позволило разработчикам проекта добиться больших успехов в улучшении качества и безопасности хранимых данных в системе. Разработчики проекта придумали и реализовали очень интересную идею по поводу расширяемости места для хранения данных. Пользователи сами дают пространство на дисках своих компьютеров под нужды проекта, а за это они получают специальную криптографическую валюту проекта. Данная валюта обладает всеми привычными свойствами любой другой валюты, например биткоина. Внутренняя валюта позволит пользователям обменить ее на другие валюты на разных биржах или они могут использовать ее внутри самой системы Memority. Основа Memority – это специальная система хранения данных в нескольких точках устройств. Информация хранится в закодированном виде. Данный метод хранения данных является самым безопасным. Никто не сможет украсть у вас информацию или скопировать ее. Кодировка документов происходит личным ключом, даже если несколько людей из вашего круга будут иметь этот ключ, никто другой украсть данные не сможет. Система подразумевает пользование информации следующим людям. Владелец интернет документов, он оплачивает услуги проекта Memority. Хостер, он принимает плату за хранение данных и содержит все документы безопасности. Разработчики со стороны. Такие люди могут придумать как улучшить Memority. За это они будут получать вознаграждение в виде токенов. Майнеры. Эта лица поддерживает рабоспособность всей платформы. Стать ими может только 10000 потребителей. Сейчас давайте разберем как работает данная платформа. При загрузке файла с данными выполняются следующие пункты. Выбирается необходимый хостер, как правило выбирается более доступный и имеющий большую пропускную способность. Далее копии файлов рассылаются выбранным хостерам. Время загрузки файлов и одареза хостеров внесены в смарт-протокол. Поэтому копии создаются параллельно пока файл вносится в выбранный основной хостер с помощью первичной системы мониторинга. Этот процесс полностью автоматизирован. После формируется копия вторичной системы мониторинга, которая проверяет количество копий первой системы и при необходимости восстанавливает файлы. Первичная система мониторинга проверяет достоверность файлов 6 раз в день и при необходимости восстанавливает недостающие файлы. Хостерам предоставляет стимулы для того, чтобы оставаться в системе и поддерживать их подключение к интернету. Также возможность попасть на штраф, если это будет нереализовано. Сейчас давайте посмотрим на преимущества проекта. Первое и самое важное шифрование файлов с помощью закрытого ключа, который имеет только их владелец. Второй плюс централизованность хранилища. Система поддерживает хранение 10 копий файлов в независимых хранилищах. Отдельного внимания заслуживает защиты от подделки данных и полноцентрализованность системы мониторинга, проверяющие доступность и достоверность данных. Все участники проекта имеют отличную мотивацию. Исплатежи за хранение распределяются между хостерами и разработчиками приложениями. Выгодность проекта заключается в использовании технологии майнинга, которая не требует использования дорогостоящего оборудования. Теперь давайте чуть поподробнее разберем каждое из преимуществ шифрования. Информация каждого владельца зашифровывается уникальным ключом, к которому имеет доступ только владелец. Поэтому для отображения сохраненной информации может быть только тот, кто загрузил ее в Memority. Самодостаточность. Работа Memority осуществляется на распределенных компьютерах участников, хостерах и независимо от централизованной системы, серверов, платформы, администрирования и т.д. 3. Открытая IP. После запуска платформы разработчики откроют ее всем, кто хочет создавать сторонние решения на основе Memority. Это позволит быстро увеличить масштаб, привлекая новых членов и разработчиков для использования площадки. Потенциал платформы позволит создать как универсальное, так и специализированное хранилище в области финансов, медицины, государственного управления и т.д. Возможность материального поощрения сторонних разработчиков, заставленных создателями памяти. С помощью MMR токенов будет стимулироваться использование платформы. Защита от удаления. Специальная система мониторинга постоянно сканирует файлы и поддерживает необходимое количество копий. Дорожная карта проекта. Так называемые планы развития компании. В 2016 году зарождается идея Memority. В мае 2017 года стартует создание платформы. В декабре 2017 года закрытый запуск альфа-версии платформы. Апрель 2018 года открытый выход альфа-версии платформы. В мае 2018 года платформа намерена собрать отзывы от пользователей платформы. Июль 2018 года выход бета-версии платформы. В августе 2018 года создание Memority 1.0. В третьем квартале 2018 года оптимизация клиентского приложения. Четвертый квартал 2018 года оптимизация архитектуры платформы. И в марте 2019 года выход от экосистемы Memority 1.0. Теперь давайте поговорим о продаже токенов. Цена токена 0,1 доллар. Софткоп проекта 5 миллионов долларов. Хардкоп проекта 85,5 миллионов долларов. Распределение токенов. На продажу выделено 53%. Инвесторам и команде 15%. В резерве останется 10%. На баунде программы выделено 2%. И на майнеров 1%. Команды разработчиков. Илья Ратовский, это исполнительный директор. Станислав Рубцов, технический директор. Александр Пифторак, это пиар-менеджер. Владимир Мрачинский, начальник юридического отдела. Виталий Миньяло, специалист по маркетингу. Эндрю Витик, разработчик блокчейна. Александр Педренко, разработчик блокчейна. Олег Ирештаг, это дизайнер. Александр Андрюшина, разработчик Ява. Это остальные члены команды. С каждым из членов команды можно более детально ознакомиться, перейдя по линке, которая находится под фотографией. Это медиа. Партнеры проекта. Контактная информация. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.